Тяжелые испытания выпали на долю советского народа, встретившего войну 41-го и вступившего в кровавый бой с немецкими захватчиками. Исполняя долг перед Родиной, отчаянные, храбрые и мужественные солдаты сражались не на жизнь, а на смерть, и все для того, чтобы защитить своих матерей, невест и жен, детей, свою Родину. О сильных душевных переживаниях солдаты Великой Отечественной, о боли пережитых им потерь, постарались рассказать брестские лицеисты с помощью театральной постановки. Для того, чтобы подготовить представление и подарить его ветеранам, они обратились к истории, к военным и послевоенным песням и стихам. Данное мероприятие – это одно из пиковых, главных мероприятий годового цикла военно-патриотического воспитания наших лицеистов. Целый год мы ведем большую кропотливую работу, мы шествуем над домом ветеранов, мы шествуем над могилами, мы придем в большую идеологическую работу по воспитанию патриотизма, но в юбилейные даты мы проводим большой праздник для жителей микрорайона, для всех жителей дома ветеранов, мы привлекаем наши соседние школы для парада, нашего школьного парада. Мы хотим показать детям не только историю, а всю боль, глубину той боли, которую пережил народ тогда еще большой громадной страны. Торжественным маршем мемориальных отрядов лицея номер один, а также присоединившимся к ним школьников и гимназистов Московского района и военнослужащих 38-й Брестской мобильной бригады началось театрализованное представление. Молодые артисты постарались рассказать о судьбе юноши и девушек, которых судьба заставила лицом к лицу встретиться с сильным противником. Проводы солдат на фронт, ожидания хоть какой-то весточки от сына, брата или мужа, боль, тревога и надежда на светлое будущее – все это талантливо передали молодые артисты, а сопровождали представления старые добрые песни и военные вальсы. В этот день прозвучало немало рассказов о подвигах и судьбе героев, об их желании приблизить День Победы, вернуть мир на родную землю. Каждый из присутствующих ветеранов вспомнил своих боевых товарищей, а вместе с этим и нелегкое тревожное военное время. Для меня вообще вот эта дата, что начало войны и День Победы – это для меня обе такие две знаменательные даты. Первое, то, что первые минуты я был на заставе, и начался обстрел. Это начало войны. И победа, я ее тоже встретил в 45-м году, в мае месяце, это во Львовской области, в городе Сокали. Я видел, как прошли мимо солдаты с троем, прошли, и мимо меня проходил один воин. Он так ложку вынул из-под сапога, ну, из голенища вынул, и мне дал, говорит, я Исаев. И я вот на всю жизнь запомнил, она у меня хранится до сих пор, уже 71 год я ее хранил. В театрализованном представлении приняло участие порядка 700 человек, среди которых ученики и преподаватели лицея, а также все те, кто не смог остаться в стороне от символичного мероприятия, пожелав присоединиться к поздравлению ветеранов в канун важного праздника. И еще раз отдать дань уважения тем, кто в далеком 41-м посчитал своим долгом защищать Родину. Продолжение следует...